Что такое E-SIM? Вы знаете? Нет, я не знаю. Ну, может, знаю, но сейчас не смогу вспомнить. Нет. Ой, нет, к сожалению, не знаю. E-SIM? Нет, не знаю. Нет. E-SIM? Нет. Знаете вы, что такое E-SIM? Нет. В России теперь вместо обычной пластиковой сим-карты можно установить виртуальную. Но как? Для этого мы заказываем номер, сканируем QR-код, после этого предъявляем паспорт, и все, E-SIM готово. Но что такое E-SIM? И зачем нам вообще это нужно? Давайте вместе в этом разберемся. E-SIM – это, по факту, еще одна часть телефона. То есть обычные сим-карты – это пластмасска с чипом, который вставляется в телефон. А E-SIM – это просто нераздельная часть телефона, которая хранит в себе виртуальную информацию о том, какой именно номер фактически этой сим-карте принадлежит. Это как пластиковая карта вместо налички. Вообще говоря, просто это переход от очередной физической технологии к виртуальной. За 2020 год россияне уже приобрели около 2 миллионов E-SIM-смартфонов на сумму 130 миллиардов рублей. Переход на новый стандарт позволяет отказаться от изготовления и продаж физических сим-карт. Для оператора это означает экономию, не нужно платить за выпуск физических карточек. Компании-производители мобильных устройств могут использовать освободившееся место, чтобы устанавливать с телефона более емкие аккумуляторы. Главное – E-SIM нельзя потерять, сломать, а также можно установить до пяти активных номеров. Ленардо Влетьяров, Илья Андреев, Универ-Ньюс.